Всем привет, дорогие друзья! Почему итоги недели не на улице и не ночью? Дело в том, что мне везет на болезни в этом, блин, квартале, можно сказать, года, и это кошмар. Потому что у меня снова болит горло. Я ненавижу, когда у меня болит горло. Пожалуйста, убивайте меня температурой. Мне на это всегда насрать. Лежишь такой горячий и позрать. Ну вот, долбанное горло! Насколько это мерзко просто! А сегодня еще такой хороший день, прям выходной такой, футбольчика много. Ладно, расстроен. Ну ладно. Самое время для перезаливов. Один из них я уже сделал. Как вы видели, я сделал на свой канал перезалив. Да, тавтология пошла из-за того, что я болею. Вообще сейчас капец какой-то будет. Так вот, в чем заключается суть перезалива? Видео, война продолжается. Я сказал, что я перезалью все разоблачения, включив уже монетизацию. Простите, постараюсь хорошо говорить. Включив уже монетизацию. И вот я это сделал. В принципе, я сказал, не обращайте внимания, но кому любопытно, можете смотреть эти видосы. Вот экспоузинги, в ближайшее время все будут перезаливы. И вы сами поймете, потому что там уже куруми и так далее пойдут скоро. Я сначала хотел переснять, потом... Нет, думаю. Переснимать вообще жопа. Так. Хорошо. Как вы заметили, я поставил на фон рабочего стола уровень. Да, это было долго очень. Я скачивал какую-то программу. Ладно, это было минуты три. Но у нас сегодня темы, у нас их не так много. Первое, что я хочу сказать, это по поводу документалки о Йосариане. Подскажите, во-первых, название крутое для этого документального фильма. И не ждите в ближайшее время из-за того, что я заболел. Я банально не могу не то, что озвучивать нормально, а думать и соображать. А видео это очень сложное. И самое главное, почему оно выйдет и будет разрабатываться дольше, чем видео про нейрона. Потому что у меня нет удовольствия его делать. Про нейрона я смонтировал за три дня с нуля, абсолютно не имея ничего. То есть сценарий и так далее. Все я сделал. Потому что мне приносило это удовольствие. А про Йосариана вообще не приносит никакого удовольствия. Но это видео нужно сделать. И там очень классная концепция. Я не знаю. Представьте, вот мини-спойлер. Видео про Йосариана, документальный фильм. Но я его сделаю не просто от своего лица, а даже немного от лица Йосариана. Что если провернуть всю эту ситуацию в виде, можно сказать, фильма? То есть я буду показывать то, как Йосариан думал, как он придумывал, как хакнуть и как он хакал. И что это, в принципе, во время этого все происходило. Поэтому, пожалуйста, ждите это видео. Но не скоро. Вот. Я думаю, это очень крутая концепция. Такое точно никогда никто не делал. Вот. Ну, естественно, никто не делал. Так что, да. Это первое, что я хотел сказать по поводу документалки. Я думаю, она на минут 30-40 будет. Дальше. Вышла проверка на легитность спейса. Что я могу сказать? Спейс легит. Ну, кто-то там написал в комментариях, типа, братан, ты вот перепутал немного, ты засунул, короче, запись спейса, которая была в 30 фпс. То есть видео с кликами у него в 30 фпс, а само видео в 60. Это, видимо, он случайно так зарендерил. Вот. Потому что другие видосы не в 30 с кликами, которые... И сказали, из-за этого проверка неверная. Вы немножечко дураки или что? Смотрите. Калькулятор. То есть, если у него частота кадров 30 вместо 60, то допустимая погрешность это 33 миллисекунды. Типа, меняется-то что? Меняется просто то, что даже если бы у него я нашел погрешность в какие-нибудь 25 миллисекунд, это были бы не читы. А я у него нашел в 4, 6, 8 погрешности. Вы что? Так это, наоборот, доказывает то, что он как бы более легитен. Если у него даже на 30 фпс видосе клики вот так вот сходились идеально. Так что не надо вот тут. Вы за меня, дурака, не держите, как говорится. Так, что по поводу быстрых прогрессов спейса? Что по поводу них сказать? Вот он обещал на этой неделе. Нет, не на этой. Сейчас еще в воскресенье. На следующей неделе он обещал точно верифнуть. Вообще говорил то, что он сегодня верифнет. Вот мне. Но посмотрим, в общем-то. День еще не завершен. И он под вечер так как-то более активно начинает играть. Так что все возможно. Слаутерхаус выйдет. Но он попроще фаерворком. Да, вот что я вам могу сказать. И у меня появились некоторые сомнения. Слаутерхаус. А не проще ли он, чем Сайлент Сёрклос от Дольфи, который сейчас Дольфи верифует? Я на самом деле на этот вопрос ответить не могу точно. Но Сайлент Сёрклос это все-таки не тот уровень, который, блин, кажется таким вот супер проходным для слейеров. Вернее он кажется супер проходным, но на самом деле возможно не спроста. У Дольфи более 100 тысяч попыток. Возможно не спроста. В общем, это для меня большая загадка. Вот. Дальше. РГ. Что он сделал? Он стал топ-1. Я говорил то, что так будет. Вернее я не говорил, но я в мыслях знал. Почему? Потому что идет борьба, вот, РГ, Энсвиш и у нас получается Спиртекс. Почему не Спейс? Потому что Спейсу далеко до них. То есть Спейсу, чтобы стать топ-1, ему надо что-то пройти, чтобы еще Керис поставили. Керис так быстро не поставят, а что-то пройти много, он не успеет, потому что он занят. Значит, РГ и Спиртекс. Кто из них пройдет первым, хоть что, чтобы стать топ-1? Ну, естественно, РГ, это же очевидно, я в прошлый раз говорил, потому что Спиртекс уехал на каникулы. Так что да. Но мне кажется, Спиртекс еще будет топ-1. Сейчас он приедет и наверстает, потому что все-таки Спиртекс играет получше, чем РГ. Вот так вот. Кстати, я до сих пор помню, как зовут РГ из интервью про него. Решав, йоу. Ой, горло как заболело. Дальше. Что я хотел сказать. Вот видели такое мероприятие, как Блоктябрь? Скажите, пожалуйста, меня одного это никак не цепляет? Не знаю, это вроде так интересно, но нихрена не интересно. Может, я не креатор. Может, мне действительно не интересно это чисто индивидуально, но вот я вижу Блоктябрь. И я так, блин, Гота, какие-то новости другие есть, капец, скукота. Не знаю, просто. Ну вот, какой-то там это, плавный сегодня, завтра жаркий, потом там какой, читерный, потом легитный. Ну и что, еще строим, ну ладно, строим. Но мне это не интересно, не знаю, меня что-то это совсем не цепляет. Это вроде как мероприятие, которое ждут. Что ждете-то, я не знаю. Может, это интересно только тем, кто строит. Вот, но что-то зрителям это ни хрена не интересно. Вот такое вот имхо. Дальше. Я что-то не понимаю, а что русские строят там? То есть, есть какая-то тема. Допустим, не знаю, скользкий. Ну, такой темы не было, ну ладно, к примеру. Что строят русские? Какой-то просто рандомный глоу и рядом ник Платина. От же буду. Это что такое? Вообще, типа, я не шучу. Я смотрю просто. Ладно бы, знаете, ники. Хорошо, мелан-мюзик какой-то у нас тут в ГД. А вопрос, а как это относится к теме? Что за фигня? Почему там на каждую тему русские просто строят какой-то блок в стиле глоу? Вы что ерундой-то занимаетесь, я не понимаю. Это типа рофл или что? Ну, это бредятина какая-то. Поэтому, да, русские как-то странно себя проявляют. Но не все. Хотя, из работ, которые прямо меня зацепили, могу только отметить первые работы Иннекса. Вот. Я сразу же посмотрел. А потом что-то я вообще даже его работ не замечал. Он там продолжил строить или нет? Ладно. Хорошо. С этим разобрались. И последняя на сегодня новость. Это взлом ректора. Вот мне интересно. Как я знаю ситуацию? У ректора канал в Этериум какой-то переименовался. Да? Его переименовали, получается, специально. Взломщики или не взломщики. Вот. И запустили стрим по криптовалюте. Потом, можно сказать, недуг его отпустил. Ректор вернул все. И запустил вроде стрим, да? Как мне сказали, где говорил, что его взломали. Ректор, прости, пожалуйста. Мне кажется, когда ты сдаешь канал в аренду для стримов про биткоин, это не значит, что тебя взломали. Вот. Мне, кстати, по поводу этого писали. Я вот даже, может быть, сейчас зайду и посмотрю. Как устали живые обои бесплатно, да? Так все было. Вот. Кстати, скажите, пожалуйста, ребят. Что вот это такое? Можешь проверить налегенность? Привет, меня тут считает читером. Можешь проверить видео? А можно меня проверить? Еще вот этот вроде писал. Я вот тут вот пока сижу в ЛС, мне почти каждый пишет, чтобы я что-то проверил. Нет, я ничего не собираюсь проверять, господи. Почему? Потому что это слишком много. Слишком много. Каждого вашего брата, каждого дядю, каждую сестренку вашу проверять это очень долго. Я обычно проверяю, когда есть реальные причины. Даже спейса, видите, не сразу проверил. Вот. Кто-то там сказал, что мне скинули утром видео. Кто-то там верифнул в тиктоке с Лаутер Хаус. Ну, это автоматические читы. Кто-то сказал, что там кто-то тиктокер какой-то прошел Тартарус. Ребят, ну это автоматические читы. Ну, какой там, блин? Я там чекнул клики. Он там стрейт и в один клик проходит. Скорее всего, это либо альфа-кликбот, либо просто клики наложенные. Потому что бредятина полнейшая. Не верьте просто так. Чего? Тиктокеры какие-то, блин, проходят Тартарусы. Конечно. Ой, все, новостей так мало или я что-то упускаю. Так, зачем я зашел в ВК? Может быть, тут новости какие-то есть, пока я вот озвучиваю. Кстати, румынский ГДШ проснулся в один день и решили они... Кстати... А, каждый! Тьфу, блин. Думаю, что за кстати румынский ГДШ. Чего у тебя, прости, флага нету. Ну да, неинтересно. Вот, Блоктябрь русский. Что построили? Ну так я строю, без обид. Что это такое? Без понятия, что-то странное. Это что такое? Это что такое? Ребят, это что такое? Я не знал. Ну ладно. Капец какой-то, классный. Все, ребят, это были итоги недели. Вроде бы произошло много всего, но на самом деле ни хрена ничего не произошло. А, пока не забыл. Помните, в прошлом видео я сказал, что Амза верифирует новый топ-1 демон The Devil. Извините, я немного ошибся. Почему? Потому что я визуально оценивал уровень. Да, это не топ-1, это топ-10. Вот, Амза говорит вообще топ-25, но ему не надо верить. Потому что на топ-25 демоне Амза бы не выкладывал прогресс за неделю. 33 и 66 стоит. Слишком мало. Но вот это он уже преувеличивает, действительно. И там вейвы какие-то слишком жесткие, чтобы называть это топ-25. Поэтому это топ-10, скорее всего. Вот он, скорее всего, его верифнит и его оценят. Все, очень сильно болит горло. Лимерик там 3 дня уже видео готовит. Все, всем пока. Вот это, кто вот ставит вот такие авы. Автоматические дурачки. Все, что мейнстрим, то зашквар. Пока.